Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Как почитать мать и соблюдать заповедь, если она колдует и идет против Бога, и меня осуждает за то, что я верующая? Хорошо бы, конечно, такой вопрос решать напрямую со священником в личной беседе, но поскольку здесь можно дать некоторый общий ответ, то, наверное, об этом поговорить стоит. Вообще, имейте в виду, когда священник в интернете, в соцсетях, даже на нашем портале отвечает на личные вопросы, то учтите, что вопрос личный, частный, а ответ всегда общий. Предполагается даже не столько ответ на конкретно вашу проблему, вот Татьяны, допустим, сколько ответ на похожие проблемы многих других наших подписчиков и слушателей. Поэтому что делать в подобной ситуации? Почитание матери предполагает не тождественно послушанию. Конечно, если тебе 14 лет, то тождественно. А если ты уже взрослый человек, зарабатываешь, живешь отдельно, ты замужем или женат, у тебя же дети свои, то почитание никак не должно отождествляться с послушанием. Почитание как уважение, почитание как снисхождение, почитание как материальное с помощьюствование. Потому что помните, как Христос говорил, обличая фарисеев, что вы заповедь Божию извратили о почитании родителей, говоря, карван, мол, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовалась. То есть была такая ситуация, когда дети благочестивых, иудеи, глядя, что родителю жить осталось, ну, допустим, лет 10, денег то идет приличное его содержание, отдавал, допустим, сумму эквивалентную содержанию родителей в течение Нового года в храм. Я говорил, ну, знаешь, дорогая мамочка, те деньги, которые бы я на тебя тратил в ближайшие десятилетия, я отдал в храм. Ну, а нельзя же у Бога отнимать, что ему уже даровано. Так что дар Богу то, чем бы ты от меня пользовалась. Дальше уж извини, уже как-нибудь выкручивайся сама. Представляете? А современные Христу священники на это глаза закрывали. Вопиющая несправедливость, на самом деле. Ну, хорошо, все в храм, все нам, замечательно. Ну, и что, что какие-то старички и старушечки будут голодать от этого. Ничего страшного, все нам. Страшная ситуация, и Господь упрекает иудеев именно в этом, что вы нарушаете заповедь Божия о почитании родителей тем, что не даете им средств к существованию. Сейчас многие родители, конечно, работают. У многих есть солидная или не очень солидная пенсия. Часто не очень. Так что главная задача детей, даже если с родителями отношения вообще не сложились, помогать им в тех случаях, когда им очень нужна твоя помощь, какими бы они ни были. Потому что появляется когда мысль такая, ага, вот ты меня не воспитала, я жила в жутких условиях, ты меня вообще жизнь испортила, говорила, куда поступать, не разрешила жениться или замуж выходить на том, за того, кого я действительно любила, всех прогоняла, всех унижала, не для тебя я, негодяй, розочку растила и так далее. Потом ты начинаешь понимать, что тебе, мать, жизнь разрушила. И, конечно, появляется какая-то ненависть, недовольство, хочется вообще разорвать все отношения, и в том числе и не помогать финансово, бывает, да и денег-то немного. Но, тем не менее, это наша обязанность. Какие бы ни были отношения с нашими престарелыми родителями, вот все равно помогать им нужно. Тут надо тоже меру знать, у кого-то родители пьют, у кого-то достаточно средств, но они еще и с тебя выжимают, вот, чтобы там к дачному туалету провести канализацию и горячую воду, и бункер построить, на всякий случай, мало ли что. А сверху будочку, чтобы никто не догадался. Надо всего лишь 3000 камазобетона. Давай, деточка, помогай. Поэтому надо тоже меру знать, и, как говорит Дедахе, апостольские правила, древнейший памятник раннехристианской письменности, милостыня должна запотеть в руках твоих, пока ты ее дашь. Но все равно родителей подсчитать надо в этом направлении особенно. Вот, а то, что колдует, не колдует, идут против Бога, мама, ну, ты говорила ей, что, мама, ну, нельзя так, Господь не велит, для него это один из самых мерзких грехов. Блуд, и дослужение, и магия. То есть, не надо этим заниматься. Тем более, все равно это есть только в твоей голове. То есть, оно ни на кого не действует. до тех пор, пока человек не поверит в том, что это действует. На христиан так вообще не действует. Если христианин живет хоть чуть-чуть по-христиански. Поэтому должно быть снисхождение даже такой матери. А то, что верующая, и она осуждает, ну, так не поднимайте этот вопрос. Говорите о котиках, о весне, о рассаде, о картошке. О ценах можно было бы, ну, наверное, не сейчас. А если не получается, то не говорите вовсе. То есть, ограничить общение с человеком, с которым общаться очень тяжело, не грех, даже если это близкие родственники. Вот такие дела. Значит, подытожим, что уважение должно в нашей ситуации проявляться в уважительном отношении, даже если не за что уважать родителей, все равно внешнее отношение должно быть уважительным. Не выносить ссоры из избы, не говорить всякому разному, как кажете мать или отец, негодяи. То есть, должно быть внутренним секретиком, маленьким вашим скелетиком в шкафу, но все равно не совершайте хамов, грех. Это должно выражаться в молитве за них. Если человек христианин, ну, в храм просто не ходит, то подавайте на литургию, на праскомедию, на псалтирь. Если такой отчаянный безбожник, но крещен, ну, достаточно будет молебна, и все. По упокоению родителей, естественно, подавайте на панихидки, пусть это тоже будет актом восстановления ваших отношений. Ну, и десятый раз за сегодня скажу помогать материально по мере сил и возможностей. Аминь и Богу слава. Все равно надо помнить, что не было бы наших родителей, не было бы и нас недовольных, непослушных, жадных и горделивых. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok